Спонсор канала компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Здравствуйте, с вами снова Технокухня. Блок питания от Practile Design сегодня впервые на нашей кухне. Продукция шведской компании является практически премиум классом, в плане тишины, качества и продуманности, при умеренных ценах. Но мы сразу скажем, что рассматриваемый нами 750-ваттник из новой линейки не является элитарным. Перед нами крепкий бюджетник без излишеств. Модель более сравнима с Chieftec, чем с Corsair. Бронзовый, а не золотой сертификат. Почти полная бесшумность, только в простое, а не в нагрузке. Тайваньский, а не японский конденсаторы. 12-ти, а не 14-сантиметровый вентилятор. В общем, не совсем то, что мы ожидали от Fractal. Хотя в наше время, может наоборот, модель хороша, чтобы не переплачивать. Вентилятор мал, но вы посмотрите на размеры нашей коробочки. Очень компактная модель. Поместится во многие корпуса. Всего два Molex разъема. Может не хватить. Вентиляторы, оптические приводы, винчестеры. Мы Molex практически не подключаем. Но ведь Molex могут быть нужны системным платам, реабасам, внешним панелям, помпам. Зато есть 7 SATA. В принципе, подойдет для небольшой файловой системы. 4 разъема для подключения двух топовых видеокарт. Но это стандартно. SLI из двух 980-х или двух 290-х. Можно сделать легко. Ну вот, в качестве бонуса, длинный кабель длиной 70 сантиметров для питания процессора. С корпусом, имеющим нижнее расположение блока питания, проблем никаких не будет. Блок модульный. Неотсоединяемыми являются материнские и процессорные кабели, а также одна из двух петок для видеокарт. Блок симпатичен и вряд ли испортит внешность собираемой вами системы. Оплетка в виде лапши нам нравится больше, чем традиционная. С ней система более аккуратно собранная и больше продуваемая. Molex разъема сделаны с прихватками. По номеру на одной из сторон мы узнали истинного производителя блока питания. И как вы думаете, кто им оказался? Не поверите, это Fractal Design. Однако линейка, в которую помимо рассматривания модели входят образцы мощностью 450, 550 и 650 Вт, создается в тесном контакте с фирмой AT&G. И на заводах AT&G делают модели Fractal Design, GMC и Welton. Welton, кстати, у нас был. И несмотря на все разговоры, нам понравился. Блок служит и по сей день. Но сказать честно, мы несколько настороженно относимся к выбору Fractal Design. Тем не менее, пайка аккуратная, элементы скомпонованы аккуратно. Продуманное охлаждение. Радиаторы немалых размеров. Основной конденсатор Тиапо. Емкость 330 мкФ, 400 В. Рабочая температура 85 градусов. Вторичные конденсаторы тоже Тиапо, но уже с рабочей температурой до 105 градусов. Блок питания имеет одну линию 12 В с достаточно большой силой тока 62,5 А. Образец в режиме ожидания потребляет не больше 1 Вт. Хотя еще с января 2012 года введен новый стандарт качества – 0,5 Вт. Обдувает конструкцию белый вентилятор с маркировкой Fractal Design. Простой модель вы вряд ли услышите, но в нагрузке обороты усиливаются, и мы бы не назвали модель тихой во время игры. Судя по тестам, напряжение в норме. Ну что тут скажешь? Давайте так. Корпуса и система охлаждения у компании на высшем уровне. А блоки питания серии Integra – попытка заработать на бренде. Блоки питания Fractal Design обязаны быть бесшумными в нагрузке. Также нам мало молит разъемов. Да и начинку, наверное, нужно получше. Хотя наш мастер сказал, что конденсаторы толстые, такие прослужат долго. Тонкие же сохнут за пару лет. Да, цена, конечно, радует, но Fractal Design уже приучил нас доплачивать за качество. Вот это тот самый случай, когда хотелось бы доплатить. Таким был бы наш взгляд блок питания от Fractal Design. С вами была Арина. До новых встреч!